Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. Сегодня я буду делать для вас расклад на тему «Уйти или остаться». Регулярно делаю такой расклад, но в предыдущие дни было очень много заявок, запросов именно на эту тему. Итак, давайте посмотрим при помощи картаро, а именно великолепные колоды, мудрость стихий, посмотрим, что за мужчина ваш партнер, что несут в вашу жизнь эти отношения, каковы перспективы в том случае, если вы в этих отношениях останетесь и если вы покинете эти отношения. Естественно, этот расклад подойдет для тех, для кого этот вопрос стоит остро сейчас. То есть вы задаетесь таким вопросом. Ну и, конечно, я думаю, что для всех было бы интересно посмотреть информацию на эту тему. Пожалуйста, задумайте вашего партнера, вашего мужчину. Можете назвать его имя, дату рождения, представьте его. И будем надеяться, что карты Таро покажут именно вашу ситуацию, несмотря на то, что расклад общий, будет расклад на один вариант. Напоминаю, что по вопросам моего обучающего курса обращайтесь, пожалуйста, на мой WhatsApp. Ссылочка находится под каждым видео на официальном канале на YouTube. Пишите слово обучение, я свяжусь с вами и расскажу подробности. Итак, уйти или остаться? Стоит ли продолжать эти отношения? Каковы перспективы в том и в другом случае? Ну, колоды. Ох, ну надо же, десятка кубков. Представьте, с чего мы начинаем расклад. Вот. Ох, хотелось бы даже, возможно, и не продолжать, но, к сожалению, не всегда так бывает, что всё прекрасно, всё без сучка, без задоринки, без загвоздочек. Ну, это аркан, конечно же, десятка кубков. Это аркан эмоций, это аркан любви, взаимных чувств. Это аркан людей, которые могут быть счастливы в отношениях, либо были в отношениях, либо сейчас счастливы. Но то, что здесь людей объединяют чувства и очень глубокие, и очень красивые, здесь речь идёт о чувствах, о любви. Давайте, скажем, вот так. Начнём с этого. То есть, как бы то ни было, допустим, что-то у вас сейчас произошло с этим человеком, либо происходит, либо вы расстались, либо есть какие-то недоразумения, непонимания, недопонимания. Может быть, вообще произошёл уже разрыв. Это не важно. Важно то, что в основе ваших отношений лежит аркан, десятка кубков, и это любовь. Ну, давайте смотреть дальше. Что же нам покажут карты Тару? Так не хочется сейчас эту ложку дёгтя получать. Ну, не всё так просто, конечно, я понимаю. Что за мужчина? Что за мужчина? Хочется, чтобы всё вышло так красиво-красиво. Что за мужчина? У кого-то здесь мужчина женатый, сразу вам могу сказать. У кого-то здесь мужчина находится в отношениях, мужчина женатый, либо это ваш муж, потому что император в сочетании с арканом четвёрка жезлова, это чаще всего мужчина, который либо женат находится в отношениях, либо это мужчина, который нуждается в семье, нуждается быть императором, нуждается быть number one, номер один в отношениях, в семье, нуждается, чтобы у него была своя империя, которую он будет управлять. В общем, мужчина нацеленный на брак. Не знаю, как он себя ведёт и получается ли у него это сделать, создать свою семью, создать свою империю, но такая потребность у этого мужчины есть. Мужчина очень любит себя. Да, мужчина, не побоюсь этого слова, довольно эгоистичный. Любить себя – это очень хорошо. Каждый человек должен, просто обязан. В первую очередь, превыше всего любить и принимать себя, что ваш мужчина и делает. Но здесь эта любовь порой зашкаливает. Порой он зацикливается полностью на себе любимом, может даже каким-то внутренним или внешним самолюбованием заниматься по этим арканам. Мужчина может быть хорош собой. Если тут идёт речь не о том, что он красавчик внешне, то значит, он обладает каким-то таким обаянием, либо очарованием, либо какой-то такой харизмой, которая к нему притягивает этого человека. И, кстати, у очень многих из вас здесь человек может быть на расстоянии по шестёрке мечей. То есть вас разделяют, вы как бы на разных берегах находитесь. Это может быть расстояние в сотню километров, а может быть и в 10 тысяч километров расстояние. У всех по-своему. Если же этот человек живёт где-то рядом с вами, то аркан здесь этот о том, что мужчина сейчас находится, именно сейчас он находится в процессе каких-то перемен, какие-то перемены происходят в его жизни. Вполне возможно в семье. Может быть, в принципе, он сейчас понимает, что ему пора бы уже, если он не женат, допустим, то ему пора бы уже обзавестись этой своей империей, либо могут происходить какие-то перемены в его семье, если он женат. В общем, направления будут такие. Пока вышли очень красивые арканы, характеризующие мужчину как достаточно сильного человека и такого с мощной энергетикой. И, в общем-то, этот мужчина, он способен строить отношения. Способен. По крайней мере, мечтает о них и нуждается в них. Способен ли, может быть, я слишком громко сказала. Но, возможно, когда-нибудь и созреет для того, чтобы строить такие отношения. Давайте посмотрим теперь чувства клам. Я даже перемешаю немножко колоду. Чувства клам. Какие испытывает этот человек вообще? Что испытывает этот человек клам? Ну, тут, девчонки, все не так гладко. Здесь показывают картину, когда он испытывает некие очень такие серьезные моменты. Разочарование в чем-то. Может быть, он думает о том, кстати, что и вы разочарованы в этих отношениях, недополучаете очень важных энергий от этих отношений. Он считает, что вам нужно над отношениями работать. Понимаете, в чем дело? Здесь вышли арканы кубковые, но арканы сложные. Два аркана кубковых и два сложных аркана, которые говорят о том, что удовлетворенность и эмоциональность. Конечно, чувства здесь есть. Мы с вами увидели десятку кубков на дне колоды. Но либо эти чувства такие вот яркие, красивые были в прошлом, либо сейчас вы просто с ним переживаете какой-то не очень простой период, какой-то кризисный период в чувствах. Нам это как раз и показывает. Он понимает, что для того, чтобы с вами продолжать отношения и быть с вами в каких-то отношениях серьезных, глубоких, развивающихся, здесь нужно серьезно над этим работать. То есть нужны его усилия, нужны ваши усилия. Здесь больше сейчас речь идет даже о том, что он думает по этому поводу. Чувства, конечно, есть, и они остались как бы по сей день, потому что восьмерка кубков, даже если человек по восьмерке кубков выходит из отношений, либо у него есть мысли такие, либо его партнер выходит из отношений, все равно дверь остается открытой, и человек всегда может вернуться обратно, потому что эта территория чувств, она очень дорога его сердце, потому что это его. Но арканы вышли сложные. И тут человек может углубляться в работу, как-то забываться, когда работает, эти мысли от него уходят, о том, что что-то происходит не совсем так, как хотелось бы и не совсем так, как его удовлетворяло бы. Но при всем при этом, что бы ни было там в других арканах, основной аркан этого расклада из четырех карт здесь девятка Пентакли, и он вас видит прекрасно. Посмотрите, по девятке Пентакли он, в общем-то, понимает, что вы женщина практически безупречная. По девятке Пентакли это прекрасная принцесса в райском саду, она совершенно, она самодостаточна, у нее высокий интеллект, она, скорее всего, финансово может быть обеспеченной, по крайней мере, имеет возможность себя обеспечить. Чаще всего по девятке Пентакли так выходит. Но это я, в принципе, вам даю характеристику. А он видит вас, неважно, как вы зарабатываете и что вы там делаете по жизни. Здесь больше он видит вас красивой, ухоженной, такой, знаете, очаровательной принцессой. То есть он понимает вашу самодостаточность и что такой женщине, как вы, нужно достаточно много в жизни давать, потому что она многого заслуживает. Вот это он все понимает. Для вас в чувствах вы для него девятка Пентакли. Даже не сомневайтесь в том, что он ценит вас за вашу красоту, во-первых, а во-вторых, за ваш ум, за ваш интеллект, за вашу душу, что тоже очень немаловажно. Но есть кризисные сейчас арканы, и, в принципе, они первыми вышли, и поэтому у вас есть проблемы сейчас в отношениях. Наверняка не зря смотрите этот расклад, и нам подтверждают, показывают так, потому что это восьмерка кубков, это четверка кубков. Ну, такие сложные арканы вышли. Хорошо, давайте спросим тогда, видит ли он какое-то будущее с вами сейчас? Видит ли этот мужчина с вами будущее? И если видит, то в каком формате? Ну, как-то все сейчас почему-то как-то вот сложно выходит. Посмотрите, опять кризисный вышел аркан. Вот поэтому аркану можно сказать, что ему и с вами почему-то сложно, и без вас вообще невыносимо плохо. А поэтому как-то вот так он ваше будущее и видит. Ближайшее. Мы смотрим на ближайшие перспективы, и я не могу сказать, что мы можем заглянуть в какое-то далекое будущее. Карты торок будущей нам не предсказывают, и не показывают теперешнюю ситуацию, помогают нам разобраться в том, что происходит сейчас. И вот на данный момент человек видит ваше будущее сложным, как раз в том формате, как я вам сказала, еще как видит ваше будущее, и очень переменчивым. То есть сегодня вы можете быть вместе, завтра расстаться. То есть он какие-то некие качели усматривает в ваших отношениях. Возможно, они у вас и существуют. Неустойчивость вашего положения сейчас. Ваши отношения в его голове, в его душе, в его сердце, в его представлении, они как ветер перемен какой-то. То есть неустойчивые ваши отношения. Это не значит, что это там плохо или хорошо. Но нет уверенности в завтрашнем дне. Наверняка есть для этого причины, естественно. Но вот ситуация такова. При всем при этом по аркану колесо фортуны он понимает, что вы его судьба, что вы даны по судьбе. Это кармический, судьбоносный аркан. Но при всем при этом неустойчивый аркан, колесо. Вот как колесо крутится, вертится. Так же и ваши отношения. Они могут трансформироваться, могут меняться. Здесь могут быть встречи, расставания, ссоры, потом бурные примирения. Либо еще что-то в этом роде. То есть нет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому вот так он на сегодняшний момент видит ваши отношения. А вообще он хотел бы с вами продолжать отношения. Давайте посмотрим тогда так. Спросим такое вопрос задание. А есть ли желание с вами продолжать отношения? Еще. Хочу уточнить просто этот аркан. Посмотреть. Отпускать вас однозначно не хочет мужчина. Скорее всего человек, по сути, свой собственник, проявляет он это или нет, но он может быть ревнивым. Но собственником это точно. Вот отпускать из своей жизни этот человек вас не хочет. Неважно, вы с ним вместе, либо в расставании. Он не хочет, чтобы вы уходили в новые перспективы. Здесь девушка у нас стоит, видите, с тремя жезлами, смотрит куда-то в новые перспективы. Хотел бы с вами развития дальнейшего, хотел бы с вами отношений. Да, отпускать однозначно мужчина здесь не хочет. По этим арканам я вам могу так сказать. Но у него бывают мысли о том, что вы здесь можете начать смотреть в другие перспективы. То есть, в принципе, либо уйти, либо как-то переключиться на другие отношения, может быть, на другие какие-то события в вашей жизни. Может быть, заняться чем-то другим, от него отвлечься и в итоге уплыть, отплыть к другим берегам. Поэтому, да, он хотел бы, он видит перспективы ваших отношений, хотел бы вас. Перспективы, конечно, тут сложные, мы увидели. Но, по крайней мере, он хотел бы с вами продолжать отношения, но есть некие вот такие опасения, что здесь вы можете ускользнуть. Но отпускать вас мужчина точно, точно, точно не хочет. Хорошо, что способен этот мужчина вообще в ваши отношения? Давайте спросим, что он сейчас в ваши отношения дает, приносит? Какие энергии? Вообще, что этот мужчина, основные энергии, какие сейчас с точки зрения высших сил, которые он дает вам? Ну, это любовь, девочки. Он, что бы ни происходило между вами, а он испытывает ком-чувство. Потому что это двойка копков, тут даже добавлять нечего. Посмотрите на этих двоих людей, и вы все поймете. То есть, любовь здесь есть. Чувство здесь со стороны мужчины есть. Поэтому на данный момент, какие бы тут сложные арканы не выходили, нам показали, что есть разочарование, есть какие-то сложные мысли сейчас, эмоции в его сердце. Но двойка копков, куда ее? Никуда не денешь, не перечеркнешь, не переступишь. Двойка копков – это любовь. Это гармоничные партнерские отношения, понимание того, что вы его половинка. Вот. И эти энергии, в общем-то, может быть, он не умеет это проявлять, либо делает это как-то куццо, глупо, непонятно, противоречиво. Но чувство здесь есть. Какие энергии в будущем этот мужчина может вам давать, если вы останетесь с ним в отношениях? Ну, вот знаете, здесь в чем дело? Чувство есть. Если вдруг мужчина женат, то все понятно. Если мужчина женат, он крепко женат, и я не вижу здесь его даже возможности выйти из отношений, в том случае, если вы смотрите на женатого мужчину. Именно поэтому затяжная ситуация нерешаемости и никаких шагов конкретных от мужчины здесь в ближайшее время и не будет, в том случае, если он женат. Если же он свободен, либо если это ваш муж, допустим, бывший, то тоже в ближайших перспективах здесь никаких решительных шагов. Очень похоже, кстати, на вчерашний расклад наш «Я, он и соперница». Но сейчас неважно по этому раскладу есть соперница, нет соперницы, неважно. Там был мужчина, который не делает решительных шагов. И здесь у нас мужчина сегодня, который решительных шагов никаких в ближайших перспективах делать, скорее всего, не будет. То есть вы, авосы ныне там. Все как было, так и есть. То есть никакую ответственность на себя он не берет. Какие-то решения принимать. Поэтому вот такие энергии в ближайших перспективах этот мужчина может в вашу жизнь принести. То есть каких-то ждать от него решений не приходится. Ну и, соответственно, и действия. Но давайте тогда спросим, не зря же у вас назрел этот вопрос, уйти или остаться. Что сулит вам дальнейшая жизнь? Да и вообще, как для вас сложится, для вас самой любимой ситуация в вашей жизни, если вы уйдете от этого человека, уйдете из этих отношений. У вас будут новые отношения. У вас будет новый мужчина, у вас будут новые чувства, у вас будет новая любовь. Не побоюсь этого слова. Папажу кубков. Это, конечно, только вот зарождение, новый шанс, новый человек в вашей жизни. Но это абсолютно точно, очень искренний человек, искренние чувства, искренняя любовь. Бояться здесь нечего. В том случае, если вы хотите от всего сердца выйти из этих отношений и не можете решиться, допустим, и думаете, что вы никому не нужны. Знаете, часто девочки пишут в комментариях, других мужчин нет на горизонте и даже не предвидится. А кому я нужна в мои 50 лет? 50 лет, абсолютно еще молодая женщина, такие вещи говорить, это просто даже нельзя, такие вещи говорить. Да и в 60, да и в 70, да и в 80 лет встречают свое счастье. Не важно, любви все возрасты покорны. Но то, что мне показывают, то я вам и озвучиваю. Если вы выйдете из этих отношений, нам показывают, что в вашей жизни возникнут новые отношения, вполне возможно, более искренние даже, потому что по этому аркану, здесь видите, Паш, а это юноша, это юношеские, может быть, и моложе даже партнера будет, но тут не в этом дело, а в том, что это искреннее, чистое, красивое чувство. И это новый партнер, это новая любовь, это новые отношения. Что будет, если вы останетесь в этих отношениях и будете дальше что-то ждать? Вот вы тут ждете, вы ждем такой, сидите по семерке Пентакли, чего-то от него ждете, а он здесь ничего не предпринимает, этот человек. Если он женат, хочу еще раз сделать акцент вам на это, что если человек женат, то он очень крепко здесь женат, и вопрос даже не в том, там у них любовь, не любовь с женой, у него здесь тыл конкретный, и он его покидать не будет. Если же это, допустим, ваш муж сейчас, ну значит вам решать дальше вообще, бороться за него, очень не люблю слово бороться, потому что не считаю, что вообще бороться за что-либо надо в плане чувств, работать над отношениями, но бороться, какой смысл, если, допустим, ваш мужчина не хочет, чтобы вы боролись за него, к примеру, нет никакого смысла. Ну давайте посмотрим, что же будет в том случае, если вы останетесь в этих отношениях, давайте посмотрим, как видят перспективы карты Таро, в том случае, если вы останетесь в этих отношениях. Вам в любом случае нужно будет что-то здесь решать. Если вы решили в этих отношениях сейчас остаться, то значит вы должны решить какие-то очень важные вопросы с этим мужчиной. Внести ясность, не пребывать в состоянии ждуна, в состоянии семерки Пентаклей, а внести четкость и ясность в ваши отношения. Что-то вам здесь нужно четко, ясно решить, как вот знаете, разрубить этот гордий узел, этот, этот, я не знаю, я не знаю, как правильно это назвать, эти цепи, которые вас удерживают, возможно, от чего-то нового и прекрасного в вашей жизни. И не обязательно связанного с тем, что вы выйдете из этих отношений. А в принципе, если вы хотите остаться с этим человеком, значит вам нужно расставить все точки над И. И не бояться этого. Потому что здесь явно пора что-то решать. Потому что Аркан Туз Мечей, и это не о том, что вы там, если останетесь в отношениях, то будете супер несчастливы, и дальше будете, хотя вполне возможно, дальше, если вы не решите вопрос, не внесете ясность, то вы дальше будете пребывать в Аркане. Семерка Пентаклей, как эта девушка, будете сидеть и ждать, когда же эти Пентакли созреют, когда ваш мужчина на что-то решится и какие-то действия в вашу сторону сделает. Поэтому вам здесь нужно не бояться, прояснять просто отношения, ситуацию, ставить все точки над И. Иначе никак. Иначе будете вы в этом Аркане Семерка Пентаклей очень-очень долго. Совет вам сейчас. В принципе, совет, какой хотят вам дать. Во-первых, вам хотят сказать, что вы очень сильный человек. Не зря такой Аркан вышел. Вы сильный человек. И, в общем-то, любую ситуацию вы можете разрешить правильно, в свою пользу и своей энергии, используя свою энергию очень горячую, красивую, яркую. И вот по этому Аркану я вам могу сказать так. Если решили выйти из отношений, я вам уже сказала, я озвучила, ситуацию рассказала и что в этом случае нам показывают карты Таро. Это ваше решение. Если вы его приняли, то, значит, и вы придерживаетесь. Если вы хотите в этих отношениях остаться, то посмотрите, пять жезлов у нас перекрещенных здесь, да, нарисованы. Да, это, безусловно, борьба. Да, безусловно, это противоречие. Это какие-то препятствия. Это какие-то могут быть споры, могут быть недопонимания между людьми. Некая борьба такая идет. Но каждый жезл здесь у нас, посмотрите, с каким цветком. То есть тут как не крути, а страсть, а чувство, а вот такая горячая энергия между вами есть. И здесь можно сказать, что не все пропало, как говорится. Поэтому в том случае, если вы проявите как раз стойкость духа, если вы соберетесь силами и, наконец-то, расставите все по своим местам, все по полочкам разложите, четко обозначите, наконец-то, свои желания, очертите, ограничите свои границы, свои территории, чтобы он не нарушал эти территории и как-то грубо и не причинял вам боль. То есть если вы выясните с ним, наконец-то, что каждый из вас в этих отношениях чего ожидает и чего хотите именно вы, вы это можете сделать. То здесь действительно могут быть дальнейшие перспективы с этим мужчиной. О, еще и смотрите, у нас на дне колоды какой аркан. Туз жезлов, туз страсти, кипучий, просто кипучий страсти. Это то, что между вами. Ну, вот такой получился у нас сегодня расклад. Девочки, смотрим, конечно, ближайшие перспективы, в дальнейшем посмотрим. Еще сделаю такой же расклад, будем смотреть, как развивается ситуация. Решение, конечно же, в жизни за вами. Будьте мудрой, будьте сильной, будьте... В первую очередь, знаете, учитывайте свои интересы и помните о том, что все-таки ваши интересы для вас самой должны быть превыше всего. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели мой расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви и добра, всего самого светлого и прекрасного, и, конечно, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.